друзья здравствуйте сегодня хочу пересадить с вами растения полученные с филиппин по поводу пересадки я буду садить несколько растений это у меня очень интересное растение дендро хампели я вставлю его цветение для себя сделала открытие очень такой красивый дендро хилл очень красиво цветет он уже отмоченный он на сутки был замочен в воде с добавлением hb101 капля на литр и вот ночью не у меня постояли и вот этот мокрый ком я так как несколько растений просто поставила в пустой горшок и они отпивались не просто не сразу садила а вот три дня они у меня стояли не посажены просто в пустом горшке но отмоченные сутки они отмачивались ночь теперь я как бы с вами их посажу вот здесь вот можно наблюдать что есть и живые корни они были обмотаны в мох многих пугает такое состояние растение но это норма по-другому такое растение не приобрести также вот выбирать горшки мне больше всего нравятся квадратные горшки очень удобно ставить и вот вот для него нормально это уже большой можно видеть что этот еще больше тоже это не стоит максимально выбирать растет горшок по размеру растения в качестве субстрата я взяла где-то 40 процентов коры и 60 процентов мха перемешивала во влажном состоянии потому что в сухом состоянии мух с корой перемешать сложно ну и грубо говоря как тесто вымешиваете получается вот такой вот субстрат а сейчас я с вами посажу на растения это дендрохилл также ставлю берем растение заправляем корни субстрат я не трамбую мне не нравится мне нравится когда он все-таки более такой воздушный то есть корни зажимая но не как вот тайте нажимая деревянные ай не видно на камеру так ну вот в принципе посажено растение я сейчас покажу ближе все заправить да и желательно вставлять палочки вот подпирать вставили подвязали тогда она легче пускает корни не шатающиеся растение акклиматизируется лучше причем на процентов наверно 80 чем шатающиеся так как корни зажаты она у меня будет стоять далеко я его не буду дергать палочек у меня маловато поэтому я подвязывать не буду вот такая вот нас посадка с вами получилось по поддержание субстрата в таком влажном состоянии тогда она хорошо пустит корни не сушить вот когда но и не давать вот этому болоту поливать только по краю горшка чуть-чуть пролили чтобы увидели мог забрал на себя влажность вот таком состоянии хорошо наращивать корневую здесь кстати даже есть тростик не знаю видно не видно но он есть и посажу с вами еще получены целогинка уситана тоже состояние конечно тоже то самое вымоченные сутки но тут даже можно увидеть что вот вырос новый корешочек даже видно за эти три дня потому что его не было тоже очень усушенное растение тоже его нужно акклиматизировать корней практически нет но есть новый рост и от него пойдут новые корни от старой бульбы не пойдут тоже буду садить такой же горшок конечно немножко большего для нее но меньше уже брать тяжело мне надо чтобы он еще был устойчивый раститель для горшка пупновато сейчас засыплю сюда это же состояние поддержания для наращивания корней такое же но чем рекомендую hb потому что это идет антистресс для растения и хорошо дает корни поэтому пользуйтесь а вот это растение так как корней мало за которым будет держаться картинка не крупная тоже я его сейчас подвяжу принесла палочку нужно видеть что растение вообще не стоит я ее подвяжу в двух местах с одной бульба тубера из другой беру проволочку обязательно подвязывать это очень важно для растений рост я не могу сильно потому что он растет но префиксирую хотя бы чтобы он не шатался нужно видеть так вот посаженные растения буду рада если мои советы будет полезно пока пока